запись пошла всем привет сегодня у нас 9 октября сегодня у нас будет тема ежемесячная по программе ppc tools она будет для начинающих вот так что приступаем сейчас я подключаю зум всем привет так все ты в эфире всем привет я дмитрий и сегодня я хотела бы провести такой вебинар обучающий то есть такой самый азы мы на прошлых вебинарах больше какую-то специфику уже выдвигаясь сейчас хотелось бы больше вот с азов то есть люди которые только узнали про ppc только начали с ним работать и хотел бы сегодня рассказать о том как чего надо начать каким образом нужно будет бороться с высоким опросом как получить больше показов больше продаж если амазон у нас не показывает предположим бывает такое ну и по ходу движения если от вас какие-то вопросы с удовольствием отвечу давайте начнем программу нашу представлять не надо но на всякий случай у нас может впервые еще раз расскажу я представляю PC tools это софт который позволяет оптимизировать вашу рекламу на амазоне что значит оптимизировать он позволяет уменьшать окос по-русски его называют окос хотя правильное название COS но так же появилось что все его называют окосом я точно так же буду называть и увеличивать количество продаж это у нас главный экран здесь все данные которые были заменены фейком то есть она просто набором букв чтобы никого не показывать чтобы не было никого права если нарушена вот это просто рабочий аккаунт некий где все эти сети это название товаров все названия учеников они заменены каким-то набором буквы а цифры реальные цифры действительно а сегодня проваливаются значит прежде всего для чего нам нужно DPC мы уже скоро обсуждали ну Денис я так понимаю что остались еще какие-то SEOшники но эта тема потихонечку сходит на нет потому что Amazon довольно серьезно к этому сейчас относится предлагает хорошие санкции борется и такой красоты как там даже год назад полгода назад сейчас к сожалению счастья нет единственный один из немногих способов который остался это ну раздача естественно никого не делись но DPC это тоже один из основных сейчас спрос что по дням продажи когда вот вы наставьте когда у вас еще вы только начали торговать с чего начать прежде всего вам нужно начать с автокомпании многие спрашивают как с чего лучше начать собирать ключевики по каким-то сервисам типа Merchandworks Keyword Inspector Sonara ну их масса сейчас этих сервисов которые вам собирают ключевики и нужно ли сразу параллельно действовать это как каждый считает сам просто это может быть дешевле но не факт что те ключевики которые вы найдете сами руками они действительно хорошие может быть вы на них больше потеряете чем подождете и заработаете получите статистику с автокомпанией мой совет делать начинать все с автокомпании что такое автокомпания еще раз объясню автокомпании это компания которую вы стартуете когда вы делаете рекламу на Амазоне вы можете создать либо мануальную компанию ручную то есть все ключевики заносятся руками либо автокомпанию это Amazon сам то есть когда вы начинаете стартную компанию нажимаете Amazon сам вам предлагает на выбор два разных типа компаний либо мануальной либо автокомпании для новичков если вы только начинаете начинайте с автокомпании для чего это нужно прежде всего у вас да там будет высокий опоз за счет того что для того чтобы получить хорошее количество показов хорошее количество статистики вам в любом случае нужно будет закручивать бит на довольно высокий уровень в не конкурентных нишах это может быть там 1-2 доллара в высоком конкурентах это может быть 2-4 доллара даже может быть 5 то есть зависит от вашей ниши да коса у вас будет довольно приличная может быть сотня может быть там еще сколько но это нужно обязательно сделать для того чтобы вы получили статистики по тому какие ключевики у вас продают что делать что будет делать Amazon когда вы включаете новую автоматическую компанию Amazon автоматически начинает вас показывать по его мнению релевантным ключевикам которые релевантны вашему товару то есть если у вас выпадают чехлы для айфонов то он будет показывать вам побольше красные чехлы для айфонов чехол для айфона 7 плюс там и так далее то есть он будет по его усмотрению показывать вас по релевантным ключевикам это очень полезно потому что вы получите довольно большую базу данных по ключевым товару сейчас я покажу для примера чтобы не быть голословным покажу какую-нибудь автокомпанию ну по-моему вот это какая-то автокомпания у нас тут потому что на нести это в то вот здесь только собралось у нас ключевиков да ну здесь какой-то вот такая угол на нашла а нет это не автокомпания это экзакт сейчас один момент пока параллельно буду рассказывать ну здесь можно посмотреть автокомпания она в принципе работа раз два три четыре дня в последний месяц еще сколько ну так как этот аккаунт который вы сейчас видите он довольно уже старый то есть здесь уже как таковой нужды в мощных автокомпаниях нет потому что в целом работа не работает но тем не менее я покажу вам автокомпанию зачем она нужна и что мы с нею имеем значит ну прежде всего она будет пожирать ваши деньги к сожалению первые две недели пока вы несете период какой-то основной косяк ваших ключевиков которые будут в дальнейшем которые будут вам приносить прибыль вот здесь вот если вы видите это осиных конкурентов вот эти вот как раз которые здесь выделены они тоже немножко переначены все нашим скриптом которые зашифровывают но тем не менее видно что это оси это тоже довольно неплохие ученики они хорошие приносит трафик хорошие они прибыль например дактасим он принес 25 долларов прибыли это прибыль это не оборот оборот был 88 акус был совершенно крошечный был один клик ну была хорошая продажа там вот кроме того здесь я сортируюсь по ювеню ну здесь опять же слишком маленький период попробую расширить период там на 60 дней да у нас тут уже появилось ну по-моему тоже не сильно но слабая такая автокомпания боссом она такая полу полу вот но тем не менее здесь уже можно вот какие-то ключевики появляются в которых уже есть продажи здесь можно с этим продажам две продажи ну вот это явно хороший ключевик у него было две продажи у него был какой-то невероятный аркокос с 1,49 процента то есть вот отсюда как раз после того как вы уходите в компанию у вас два варианта то есть вы сделаете высокую ставку вы ждете две недели амазон собирает для вас вот эти все же червцы то есть ключевые слова которые по которым вас находит покупатель на сайте и вот эта вся база она может быть она выгружается в репорт амазона вы можете их скачать на амазоне но потом загрузить в excel и пытаться рыться там но гораздо удобнее в нашей программе просто заходите в эту компанию выбираете еще в чем трекинг и здесь она покажет вам сразу все самые красивые самые жирные ключевики которые потом можно уже добавлять в мануальную компанию ну добавлять можно тоже в нашей программе здесь просто вам нужно будет их выбрать и дальше добавить какую-то компанию сейчас я этого делать не буду ну просто это можно сделать прямо отсюда вы можете добавлять ключевики в новую мануальную компанию следующим шагом как раз после этого будет создание после того как у вас автокомпания прокурится ну порядка двух-трех недель соберет вам хорошую базу ручейков не бойтесь высокого окоса он у вас будет от 100 может быть даже 100-150 это совершенно нормально это продлится не больше двух недель только для того чтобы собрали вот эту базу релеван ключевиков дальше с которыми будете работать уже в ручных мануальных компаний все две недели отработало посмотрели трав шоу если это ваш первый продукт если вы только запускаете amazon вам даст boost это будет еще лучше потому что у вас он даст вам много показов за две недели в принципе соберете довольно плохую базу из ключевиков по крайней мере самых живых далее вы снижаете после этого в автокомпании бит где-то до разумных пределов чтобы у вас вырвался окос либо либо у нас есть возможность в нашем софте есть возможность поставить компанию на автопилот для автокомпании автопилот работает следующим образом так как он не может по конкретным каким-то ключевикам сортировать биты то есть он не может выставлять он выставляет бит на отгруппу то есть он смотрит вы ставите на автопилот предположим 30 процентов ну то есть если у нас речь идет об этой компании это автокомпания то мы можем сделать следующим образом мы можем просто зайти в campaign action поставить ее на автопилот это авто он называется и в сеттингсах которые есть для автоматических компаний все то же самое ставим торги кокос 30 процентов это то на которое она будет стараться выходить и в отличие от мануальных на которых я рассказывал на прошлых вебинарах она будет выравнивать не ставки по конкретным ключевикам а ставки на все вот ну можете руками это делать ну конечно удобнее делать и на автомате потому что автомат будет пытаться все это делать кстати дальше вот если вы видите у нас изменения произошли появилась новая кнопка меню автопилот я дальше про это расскажу что там происходит сейчас вернемся к нашей автоматической компании значит собрали мы весь этот косяк что мы с ними делаем мы получили самые хорошие самые жирные ключевики мы их сортируем у нас здесь по самое хорошее самое жирное у нас выходит в начале по оборотам и что мы делаем с ними дальше дальше мы скажем первые 10-15 да в зависимости здесь очень мало здесь особо не встала компания такая но на самом деле здесь должно быть там 5-7 заказов по каждому ключевику может быть больше может быть меньше то есть должна быть какая-то уже такая довольно мощная статистика и с первыми скажем так десяти не те которые осинут осинам и конкурентов не будет первые 10 не осинов мы выделяем в отдельной компании то есть у нас будет компания по экзектам у нас опять же лирическое скупление я думаю опять же те кто у нас смотрит первый раз не знают разницу матч-тайб очень коротко скажу матч-тайб это то но каким образом показывается наши ключевики если самый широкий диапазон это брод они показываются как угодно то есть главное чтобы этот ключевик входил в поисковую фразу то есть если у нас айфон кейсис то если у нас будет ключевик айфон кейсис и брод у него вхождение то это может быть и айфон шесть кейсис и как угодно в порядке может быть перемешаны слова это самый широкий это значит конкретная фраза должна быть родить не перемешан никак но после нерезания можно все что угодно и экзект это конкретный ключевик и никаких исключений то ни после ничего не может быть это самое точное соответствие значит что мы делаем дальше мы выбираем эти ключевики например вот эти вот это это явно не осидано что это явно осидано вот этот вот этот ну и все дальше пошли осидано у нас здесь получилось 4 ключевика и мы создаем новую экзект компанию сейчас я здесь показываю потому что здесь не нужно создавать но здесь вы нажимаете эту кампейн и здесь выбираете новая компания у вас в меню здесь вы выбираете новую кампанию и создаете новую кампанию с тремя отгруппы можете назвать там gold keywords или как угодно можете обозвать эти ключевики мы будем вытягивать по экзактам дальше покажу как на трекинг для того чтобы у нас они вышли в органику на первое место мы будем стараться вытягивать их за счет бы довольно приличных бюджетов но всегда будем смотреть на лиловку тоже об этом покажу дальше как это все будет происходить добавляем их в кампанию у нас создается новая кампания вот сейчас покажу как она будет выглядеть как раз вот мы ее смотрели до этого вот так положили компания у нас компания у нас вот 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 у нас у нас есть некий конкретный ключевик который у нас разбит он правда здесь немножко другим но смысл сохраняется есть ключевик который здесь присутствует один ключевик вы заметите на всю кампанию у нас один ключевик который присутствует в двух апостасях экзект и фрейс на самом деле можно сделать несколько иначе и разбить подгруппу то есть одна группа будет называться экзект одна группа будет называться здесь не вопрос отгрупп 1 а может быть какая-то группа экзект какая-то группа фрейс и брод броды я не советую отдельно создавать их можно всей кучей свалить в бунда то есть они широкое соответствие такая ядерная блокировка ковровая поэтому отдельные кампании лучше создавать на экзект и на фрейн создали то есть первые 10 еще раз повторюсь первые 10 ключевиков которые у нас созданы были выдернуты из автокомпании мы создаем под них отдельные кампании для того чтобы что делать сейчас я покажу во-первых мы здесь опять же будет отдельная группа мы на экзекты будем пытаться лить да будет довольно большой опрос как здесь мы будем пытаться их лить чтобы в трекинге потом их поднимать сейчас я покажу как у нас есть такой инструмент как трекинг занимается он очень простой вещью если кто-то пользуется Amazon One это все то же самое абсолютно здесь идет трекинг по нашим ключевикам но если я нажму сейчас не буду нажимать которые показывают позиции наших ключевиков выдачи Amazon сразу хочу сказать что позиции они довольно относительно они больше показывают динамику потому что как снимаются позиции с какой страны какое время суток там то есть вполне вероятно что когда вы пойдете вот здесь кнопочка чтобы найти этот товар вы пойдете смотрите а вот наша система пишет в 26 месте самые высокие ключевики а вполне вероятно что она окажется в 28 это совершенно нормально самая главная динамика так вот что самое важное в этой системе у нас здесь можно видеть зависимость я сейчас не буду открывать здесь очень хорошо видна зависимость между тем сколько вы вылете бюджет на этот ключевик и на каком позиции он находится а зависимость она практически ленина то есть если вот мы здесь вот сейчас у меня опять загрузится вот мы это у нас график за 60 дней то есть мы на этот ключевик за 60 дней вылили 981 доллар и мы поимели продаж у нас было 72 продаж то есть это были 72 продажи конкретно только по этому ключевику и ниоткуда больше что это нам дало это фактически за два месяца мы сделали 72 раздачи по этому ключевику ну да то есть если делать аналогично вот но у нас во-первых это два раза выгни потому что АКОС у нас 49 по своей раздаче и мы точно так же подняли этот ключевик просто точечно ли я на него бюджет ну довольно высокий вот что нам это дало давайте посмотрим что нам это дало сейчас мы пойдем смотреть релокос ну релокос опять же будет не конкретно к этому ключевику но там плюс-минус но смотрите вот если у нас был тут 44 да мы 49 вылили а релокос это это относительный окос относительно нашей органики то есть если у нас 44 это только TPC то если сверху на нее еще наложить то что было по органике то реальная получится тоже наградительная реклама 30 процентов от общей от общей картины то есть 44 это вот TPC а реальный окос который включается также органик у нас получается 30 62 что довольно прилично совершенно нормально то есть о чем это говорит что мы можем совершенно спокойно с помощью того чтобы сейчас еще раз зайду то есть с помощью увеличения бюджета на точные слова на экзекции слова по конкретным ключевикам мы можем манипулировать выдачей соответственно в поиске по нашим большим словам то есть какой-то конкретный то есть если мы вот предположим выцепили хорошее слово это довольно хорошее слово насколько я помню одно из самых мощных то просто заведя на него хороший бюджет на экзек и у меня туда хорошие суммы мы можем поднять его выдачу то есть это один из самых сейчас хороших инструментов как компании помогают но опять же на фрейз мы можем держать опоз меньше на броде еще меньше и общая картина вместе с органикой покажет нам совершенно нормальный опоз там в те же 30 процентов то есть у нас подтянется органика который нам будет сумме с тем что мы вывели EPC давать те самые 30 процентов которые являются нормальными и которые в общем терпимы для всех ну это краткий экспорт с того как мы можем с помощью EPC выводить позиции на более высоких позициях далее здесь то же самое у нас есть фрейз что нам делать с бродами и что нам сделать с хвостами то есть логика понятна то есть мы вывели все вот эти в отдельные мы сделали на хорошие пышники начинаем весь бюджет у нас они начинают расти в выдаче то есть они начинают подниматься за счет того что продаж больше ну то есть фактически та же раздача с помощью EPC и начинается рост позиций что нам делать с остальными у нас довольно много остается остальных то есть мы выцепили то есть мы создали 10 компаний по 10 разу ключевиков мы собираем статистику что делать с остальными у нас довольно много остальных что мы с ними делаем у нас есть такой что-то у нас экран завис ты там экран меняешь это как раз инструмент который из огромного количества ваших серверсов у вас не только одна компания когда вы занимаетесь уже дальше у вас довольно много появляется серверсов даже в тех компаниях по поводу там начинаются огромное количество появляться но включили то что мы с ними делаем ну просто применяем фильтр подожди что-то там с экраном народ пишет экран завис экран завис экран завис ну да что там мы здесь сейчас сейчас попробуй что расширить давай поменяй что-нибудь сейчас я посмотрю просто что-то видно что видно что-то не экран что-то нет экран его видно просто какую-нибудь картинку нажми на чем проклик а я сейчас погоди то есть подзависло зависло да да картинка зависла так слушай ну сейчас тогда погоди я попробую что надо делать перегрузить браузер сейчас давай давай так сейчас стоп 4 все право не уже сейчас меня вот вот и 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 есть картинка, но не та так, а может быть мы этот самый, а что вообще видно, можешь сказать? может быть мы просто выйдем, зайдем, просто закроем Zoom, попробуем еще раз и есть да, давай через Skype попробуем давай набери меня в Skype тогда ну вот так и программы такие вот то работает, то не работает так включи демонстрацию экрана в Skype, пускай проведем здесь да, да, сейчас включу лучше враг хороший да не хочется разбираться особо в чем там проблемы у Zoom да, экран отлично видно в Skype так, ну давай продолжим тогда извиняемся за технические накладки так на чем там, ну, можешь спросить, а на чем собственно все закончилось? то есть что, откуда начинать? сейчас подождем опять ну на самом деле я могу начать там много голоса, там показывать особо ничего не нужно было, то есть можно продолжить просто с того, на чем я закончил голосом речь шла у нас про то, как с помощью PPC выводить выдачу ваши ключевики выдачи выше а здесь опять же можно показать, как это все трекать то есть tracking tools заходишь, здесь нажимаешь на статистику, появляются ключевики и и соответственно можно смотреть, какие позиции были ну здесь их не видно они внизу все выйдут ну, фактически, если кто-то пользуется Amazon One то здесь все то же самое у вас бесплатно 50 ключевиков идет на каждый товар то есть если у вас базовый 55 SKU то, соответственно, на каждый ключевик на каждой SKU можно 50 ключевиков трекать трекинг каждый день два раза в день мы пока не делаем не видим смысла, но каждый день мы снимаем то есть всю статистику можно на сегодняшний день смотреть за вчера за 7 дней все это видно и самое главное вот здесь опять же видна взаимосвязь между тем сколько денег вы тратите и какая ставка у вас по беду и на какой позиции ну то есть это очень хорошо для экспериментирования предположим рассмотрим вариант например, что у вас сейчас там предположим 50 позиция а бит у вас 1 доллар да и тратите вы на продвижение скажем так ну там я не знаю там 20 долларов в день и поэтому ключевиков на экзакцию и вы и у вас 50 место и не растет вы попробовали увеличить ставку до там полутора долларов у вас от сплент увеличился там до 40 долларов в сутки но у вас бах и начинает расти и вы смотрите во, пошла положительная динамика у вас вместо 50 место уже там 30 вы еще увеличили у вас 20 но здесь же вы контролируете релакос то есть вы смотрите сколько вам органика это принесло то есть не просто так что вы взяли там значит увеличили там в потолок да там у вас 1 место но вы совершенно не представляете сколько вам это реальности сколько органика с этого пришло то есть сколько вам сколько продаж И, соответственно, тут же надо и релокос контролировать, то есть смотреть, насколько выходно находиться вообще на первом месте. Может быть, вы вышли на первое место, вы тратите там большие деньги на то, что на первом месте находиться, а вам релокос у вас там тоже зашкаливает. Здесь всегда надо смотреть баланс какой-то, чтобы у вас, то есть, предположим, возможно, там 10-е, 5-е место, оно будет сильно дешевле, но в органике оно будет там приносить вам значительно больше прибыли. То есть, ну, опять же, здесь все время надо контролировать релокос, то есть, ходите сюда, то есть, вы здесь задрали, посмотрели позицию, да, там у вас 10-я, 9-я позиция уже, то есть, хороший бит у вас стоит, большой битомал, а релокос, предположим, у вас там, я не знаю, там, по 50%. Все, надо останавливаться, надо снижать бокс не с позиции, но обычно всегда наоборот. То есть, если первая позиция всегда хорошая, она действительно очень жирная, и там органики невероятные, и какой бы у вас там ни было коз, то органика все равно это все забьет, и там будет все хорошо. То есть, конечно, на первую страницу надо стремиться, и там, и чем выше начало первой страницы, тем у вас будет больше органики. Ну, а это все не дешево, то есть, это надо все влить бюджетами, и смотреть, что будет происходить. Окей, теперь, собственно, мы остановились на том, мы рассмотрели вариант, когда вы берете вот эти первые 10 ключевиков, делаете из них точечный экзакт-компания и фрейс. Ну, фрейс, он тоже неплох, он будет просто с нормальным оконсом приносить вам продаж. Вот чем хорош фрейс, то есть, он довольно точный, известно, что слово хорошее, можно выставить оконс там. Кстати, как его выставить? Сейчас я вернусь к автокомпаниям и к новым обновлениям. Но сначала я хочу по броду рассказать, то есть, у нас еще организовалась большая куча ключевиков по броду. В принципе, можно их лить отдельными компаниями, но обычно я их собираю в какой-нибудь хороший, вызываю их там окос, и брод весь туда собираю, и как-то особо с ними не церемонюсь. Проще всего это сделать в следующем образом. У нас есть такой Search Search Tools. Здесь можно задать границу для предельных окос, который нас бы устраивал. То есть, вот у нас собрал статистику Автопилот, автокомпания у нас, собралась какая-то статистика с мануальных компаний. У нас есть огромное количество Search Terms, с которыми нужно что-то делать. Что мы с ними делаем? Мы идем сюда и ставим верхнюю границу прибыльную для нас по окосу. Мы предположим, все, что выше 30%, для нас уже убытки неинтересны. Все, что ниже 30%, мы хотели бы дальше с этим работать и завести их в какую-то, предположим, новую компанию. Как это делается? Ставим здесь границу. Здесь выбираем из каюшки. Опять же, я здесь выбрал все. Здесь выбираем компании, в которых я здесь каюшки участвую. Здесь я тоже выбрал все. Нажимаем Fun Keywords. И у нас снизу появляется список тех ключевиков от группами, где они там присутствуют, компаниями, которые у нас уже хорошие, проверенные, с хорошим окосом. Здесь везде окос будет 0,4%. Ну, довольно много собиралось, 83 экрана. Ну, мы их сейчас немножко укоротим. Мы соберем только те, которых у нас еще нигде нет. То есть, явно, что мы уже какие-то из них собирали, какие-то уже делали. Мы поставим только те, которые нужно собирать там каждые две недели, каждую неделю, заходя в наш соц, сюда заходя и фильтруем только те, которые у нас новые появились. Это нажимаем здесь. Сейчас это не сработает, потому что здесь абракадабра. А когда здесь нормальные ключевики, это все срабатывает. Нажимаем сюда, что он не сервис Keywords. Здесь опять будет 83, да, потому что здесь абракадабра. Но в реальности это сработает и покажет только те ключевики, которых у нас нет еще нигде. В одной компании мы еще не заносили. То есть, это вот прям жирнота, которую можно брать и ставить в компанию, раскручивать, смотреть и так далее. Теперь еще один хороший инструмент. Это я все к тому инструменту, который позволяет нам работать с ключевиками. Хороший инструмент – это Matchtab Extension, это находится Keyword Tools. Здесь он называется Matchtab. Как он работает и о чем он. Здесь тоже самое все. Мы выбираем исковюшки сначала, выбираем компании, в которых это все присутствует. Ставим, опять же, нужно на macOS, нажимаем Fund Matchtab. Опять же, здесь это все не сработает, но в принципе, потому что это абракадабра, но как оно работает. Это выбирает те ключевики, про которые вы забыли. Что значит вы забыли? Вы его поставили, это хороший ключевик, вы его поставили в Matchtab Exec, он у вас работает в фрейзе, а в броде взяли его и забыли. И вот здесь она вам напомнит, что вот этот ключевик хороший, но не работает он у тебя в броде, вот давай-ка мы его в брод поставим. Здесь вот все к спискам выведется, то есть забытые позиции по тем, которые вы не окучили. То есть хорошие ключевики, которые еще не окучены в каком-либо Matchtab. То есть она просто будет смотреть по хорошим ключевикам, каким Matchtab они окручены. Тоже очень устойчивый инструмент, то есть если вы работаете уже со своими какими-то уже готовыми компаниями, которыми вы руками занимались, он покажет девушку забыли, он все здесь вам покажет. Здесь то же самое, duplicate keywords, это то, что у вас в два раза где-то повторяется. Это очень неприятная штука, потому что начинается вот эта чехарда, здесь такая ставка стоит, здесь такая, здесь вот такое, здесь такое. То есть лучше, конечно, дубликат все убирать, здесь она показывает все ваши компании, в которых есть дубликаты. Ну и если вы пользуетесь какими-то внешними инструментами, то сюда возгоняйте список новых ключевиков, выбираете опять же все компании ключевики из конюшки, она вам здесь показывает те, которых у вас еще нет. Это удобно, если вы пользуетесь там с Merchant Wars, там с Sonara, там еще либо откуда, просеивать ключевики. Но опять же, если у вас есть немного свободного времени и есть время подождать некий бюджет, лучше все-таки с автоматической компанией будет более точной, лучше соберет там все. Далее, теперь у вас все сделано, у вас все хорошо, у вас автоматы вы снизили ставку, у вас уже начинает работа мануальная компания. Все зашибись. Что происходит дальше? Дальше происходит самое тяжелое, что только бывает, если у вас много ключевиков, если у вас много компаний, это снижение за опосом. Это реальная мука. Пока не было автоматических средств, это происходило следующим образом. Вы идете к себе на Amazon в компании, если у вас много ключевиков, много компаний, вы проходите все по очереди, не начинаете смотреть, какой там где бюджет, каким ключевикам, какой опос, если он где-то что-то превышает по всем ключевикам, вы начинаете ежить туда вниз, вверх-вниз и, соответственно, выставлять другие биды, чтобы они, ну то есть если у вас опос очень высокий, предположим, то вы начинаете уменьшать бид, чтобы он у вас понизился. И если у вас еще кровь в ногу, то есть, ну, все, кто с этим сталкивается, знают, сколько занимает времени. В последнее время появились автобидеры, не только у нас, есть еще, у кого они есть, у конкурентов. Но они, с чем они хороши? Они сильно отличают жизнь. То есть вам не надо лазить куда-то там, выставлять ставки, вы просто ставите желаемый опос. Сейчас я покажу, как это сделать. Выйдете в компанию. Ну, вот у нас хорошая компания, вот эта, предположим. Здесь искаюшки у нас стоят. Выйдете в ключевики. Сейчас она их подгрузит. Выйдете в ключевики, выбираете ключевики, какие нужно, и либо ставите ключевики на автосопровождение, либо ставите свою компанию. Здесь, опять же, начну, наверное, покажу, как ставить свою компанию. В общем, компанию ставится в следующем образом. Нажимаете Home. Компания нажимается Campaign Action. Auto Home. И здесь появляется возможность выставления автосопровождения компаний. Значит, в текущей версии у нас автопилот – это самая, как бы, наукоемкая вещь в нашем софте. Она постоянно обновляется, постоянно производится эксперимент, как он будет работать лучше. Там довольно сложный алгоритм сейчас. То есть с самого начала у нас был такой довольно простой алгоритм. Сейчас он довольно сложный. Он учитывает массу всяких факторов, собирает статистику. Смотрит по статистике, но там долго расписывать не будут. То есть программисты у нас постоянно улучшают. В текущий момент, что умеет делать автопилот, коротко расскажу. Значит, здесь он вставляет target course. Target course – это то, к чему он будет стремиться. То есть если у вас сейчас 50-60 или, наоборот, маленький какой-то course, у вас халява, он будет стремиться к тому course, который вам выгоден. Стараться принести вам больше показов при непревышении какого-то course. Ну, в данном случае здесь стоит 3. Максимальный статок тоже можно варьировать, но можно ставить побольше, потому что он, в принципе, не будет для вам особо жизнью худше. Что такое Donata just beat where ACOS равно нулю? Это если у вас нет статистики по этих ключевикам, это если у вас какие-то новые компании, в которых еще нет никакой статистики, в которых ACOS равно нулю, если вы сюда галочку нажмете, то есть он не будет трогать такие ключевики. То есть пока у вас не соберется какая-то статистика, он эти ключевики будет пропускать. Ну, то для экономистов тех, кто экономит, это хорошо, а в принципе это плохо, потому что мой слава подвисуем просто, а тем более если там маленькие ставки, то по ним никогда ничего не будет происходить. Если ее убрать, то он будет пытаться повышать ставки, чтобы выйти в какой-то course. То есть количество кликов, которые будет пропускать, а дальше пытаться выравнивать, 20 штук, ну, можно ставить меньше, 10, 5, кто-то хочет. Это старт от justin from beat, это если у вас начинается ACOS нулевой, он не знает, от куда стартовать, то есть статистики нет, он стартует либо с вот этой ставки, которую здесь означает 10, 20 центов, либо вот если галку убрать, вот он может назначить ставку. Если галка стоит, если вы помните, в север-централе есть такая штука, которая называется suggested beat. То есть когда вы заходите, у каждого ключевика есть свой собственный suggested beat. То вот как раз если вы нажимаете вот эту галку, то у вас нижняя граница означает нижний границ suggested beat. То есть наша программа считывает с Amazon suggested beat по этому ключевику и выставляет нижнюю ставку как раз на нижнюю границу этого suggested beat. Это очень удобно, потому что вы сразу попадаете в зону показов и не надо там ждать огромное количество времени, пока робот вас выведет на эту зону. То есть он сразу начинает с зоны. Вот эта кнопка означает не идти ниже, чем suggested beat. Зачем это сделать? Когда мы только стартанули автопилот, самое большое, главное, более все клиенты нам кричали и были правы абсолютно, что у нас довольно фривольно. Автомат ставил ставки, то есть он совершенно не обращал внимание на suggested beat, ну, потому что Amazon тогда не выдавал в API этот рейндж, и нам приходилось это все как-то додумывать. Сейчас он уже ударивший значительно проще. И мы просто уходили из жеста тротуарного ударителя, то есть он просто увидел высокий опус там за неделю, да, он понизил, бах, мы вылетели из зоны показов, все, показов ноль, продаж ноль, все ноль, все рухнуло, и на этом все, ну, и все, на этом все прекращалось. То есть и дальше ничего не происходило. Чтобы защититься от этой красоты, точнее, не красоты, вот здесь нам надо ставить галку, она ставит по умолчанию, don't go low, suggested beat and range. Это означает, что он не будет выпадать из зоны показов, не будет делать ставки ниже, чем самая нижняя ставка в beat range. То есть это вы всегда будете оставаться в зоне показов. Но здесь есть одно но, которое, собственно, мы рассмотрим дальше. Оно заключается в следующем, что если у вас опус довольно высокий, а нужно понизить бит, но у вас стоит эта галка, система не сможет понизить бит, потому что, ну, предположим, у вас опус там 100%, бит текущий 2 доллара, а самый низкий бит в range тоже 2 доллара. Она не может понизить бит, потому что стоит галка. Робот не может опуститься ниже, потому что иначе выходит из зоны показов гарантированно. И все, и у робот ничего не происходит. Так ли это на самом деле? Нет, не так. Мы сейчас сделаем новую систему, как раз сейчас я вам покажу. Она будет вам выдавать предупреждение о таких случаях. Пограничные случаи. Это означает, что если у вас робот не может сделать ставку, чем какое-то ограничение, в данном случае нижней границе диапазона, то вам будет выдаваться предупреждение и предложение. Либо, то есть робот не будет это делать, потому что это ваши продажи. Если он опустит, предположим, это ниже, то вы просто лишите продажи там по какому-то супер-клющевику и все. И потом, ну, это довольно неприятно. Поэтому я сейчас покажу, где это все будет появляться, чтобы вы видели такие моменты и как-то на них воздействовали. Сейчас я дальше это все покажу. Следующий пункт, don't go below suggested bit. Это означает, есть у нас еще средний бит. Это то же самое, если вы в среде центральной вспомните, она подсказывает какой-то бит. То есть не диапазон дает, а какой-то бит подсказывает. Вот если нажать эту галку, она не уйдет ниже вот этого подсказанного бита. Стейн с разрешат бит рейдж, это означает, что еще в верхнюю границу здесь и нижнюю границу, а здесь еще в верхнюю. То есть он не будет делать ставки выше, чем с разрешат бит. Ну, это защита от бит плюсы, скорее всего. Но, в принципе, она очень редко используется, практически не нужно. Просто она наедет. Вот это тоже, мы экспериментировали много, вот это поставили эту кнопку, плавность входа мы ее называем. Что значит плавность входа? То есть робот не может менять ставку больше, чем на 20%. Это защищает от скачков. Ну, в принципе, опять же, по нашему опыту она не обязательна, но мы ее оставляем, потому что это означает, что у вас не будет скачков, робот не будет скакать. Он не может следующий бит сделать больше или меньше, чем предыдущий на 20%. Ну, плавность входа, она может хорошая, но потому что рынок не может резко скакать, и поэтому мы вот его ввели, он более плавно работает. Дальше, следующий пункт, это Zero-Acos автопилот схемы. Это означает две вещи. Это и есть быстрый, но с большими расходами, и медленный, но менее затратный способ. Что означает быстрый? Быстрый, это означает, что он пойдет сверху вниз. То есть он пойдет вот с самого высокого беда, который может у нас, с 3 доллара, он получит какое-то невероятное количество показов, сразу пойдут показы, сразу пойдут продажи, а дальше он пойдет снижать эту ставку. Но это все быстро, сразу пойдут показы, сразу пойдут продажи. А вот это слово Expensive, это означает, что он пойдет снизу. То есть в данном случае он пойдет с нижнего диапазона на гарантированных показов, и пойдет наверх, потихонечку будет выходить на пост. Ну, опять же, по умолчанию стоит слово Expensive, если вы хотите прямо сразу результатов, но это будет довольно дорого, то остается fast Expensive. Save я нажимать не буду, потому что там уже какие-то настройки стоят, не буду этого делать. Здесь вы нажимаете Save, и у вас программа становится на Автопилот. Робот начинает делать ставки и сталкивается, предположим, с какими-то проблемами. Значит, все проблемы с роботом, которые они, в принципе, есть, у нас появился новый пункт меню, называется Автопилот, и вот здесь видите единичку. Это в Орлинге, это новая совершенно система, сейчас я вам покажу, как она вам выглядит. Ну, во-первых, в меню Автопилот можно увидеть все компании, все ключевики, которые стоят сейчас на автомате, и вот здесь вот видно как раз проблемный ключевик, то есть в котором какой-то произошла проблемная ситуация. Сейчас мы посмотрим, что там произошло. Мы идем в Мин-Ворлингс. Здесь мы видим, ну, здесь тестово, опять же, взяли, это нереальная ситуация, но потому что здесь видно, что бит ниже, чем бит диапазона, а ворлинг выдался. Но это просто для примера, попросил программиста сюда завести, чтобы вы увидели. Значит, что здесь произошло? Произошла какая-то пограничная ситуация. Пограничная ситуация, это означает, что вот у нас есть какая-то компания, какая-то группа, есть какой-то ключевик, у него таргет-окос есть такой-то, а реальный окос у него хоть невероятно космический, ну, какие-то тут sales, адспенд идет. Здесь скорее бы было правильно, чтобы если бы был здесь бит 1, там, я не знаю, 96. Вот, то есть правильно здесь не 1,46, а 1,96. Да? Сейчас мы попробуем, ну, брат, бог с ним не умеет. И нам выдается предупреждение. И вся эта картина длится уже 8 дней. Здесь она показывает, что вот такой высокий окос у нас происходит последние 8 дней, и стоит какое-то ограничение, которое не позволяет нашему роботу опустить его ставку. Ну, здесь 1,96, мы помним. И она выдает вот такое предупреждение. Ну, здесь написано, что авторобитер не может установить бит, потому что у вас стоит ограничение на нижнюю границу. И он предлагает, что сделать. Ну, опять же, здесь написано, что если вы снимете нижнюю границу, то вы можете потерять большое количество продаж, показов, публиков. Но это реально так, потому что вы выпадете из зоны показа. И у вас и здесь есть два варианта развития событий. Предположим, вот по этому ключевику вас высокий бит устраивает, потому что вы сейчас нагоняете себе трекинг, то есть вы нагоняете себе выдачу. То есть вы хотите подняться высоко в выдаче, и вас такой высокий окос устраивает, вы готовы терпеть, потому что органики вам с этого приходят гораздо больше, чем эта несчастность у вас в точек прокуре. Тогда вы выбираете секшн, то есть это нормально, нажимаете reject, и она больше не будет появляться, потому что так надо. Опять же, здесь у вас три варианта. Есть accept, то есть вы принимаете это решение, то есть вы согласны с тем, чтобы убрать нижнюю границу, и робот установит следующую ставку ниже гарантированных показов, и вероятнее всего он выпадет. У вас уменьшится значительное количество показов, кликов, продаж, но зато у вас окос будет уже в каких-то более-менее приемлемых диапазонах. Здесь следующий выбор из дилей, то есть это можно просто убрать, это на сегодня, это предупреждение просто из списка, она завтра опять выскочит, и соответственно, можно поставить access suggested, это означает, что она не будет больше по-вашему спрашивать по этой кампании ваших советов, то есть просто она будет принимать автоматически все ворнинги, которые будут вываливаться. Лучше этого не делать, лучше все такие случаи рассматривать в мануальном режиме, то есть не нужно ставить на автомат именно вот такие вещи. Что здесь нужно анализировать? Здесь, когда у вас будет настоящая живая кампания, у вас здесь будет довольно много таких ворнингов, пограничных, в основном эти ворнинги будут связаны с экзактами, с автокомпаниями, ну то есть с экзактами, на которые довольно высокие ставки и стоят какие-то ограничения, но не какие-то ограничения по диапазону. Опять же, смотрите, если вы уверены, что вам нужен такой высокий опоз, вы оставляете так, потому что, например, ну еще раз говорю, что он идет куда-то там в выдачу и так далее. Если он вам не нужен, reject, у вас снижается все, все, что можно, выпадает из диапазона, но у вас устаканивает сокоз, ну то, что вам и не нужно, не нужно этот ключевик, так что бог с ним, ничего страшного не произойдет, зато у вас уменьшится сокоз, у вас вырастет прибыль и упадут издержки. Вот такая система. Мы ее запустили только вот в текущем апдейте, с сегодняшнего дня она будет видна, то есть система этим ворнингов, то есть раньше у нас автомат просто опталась на месте, сейчас вот эта система ворнинг, где вы можете принимать непосредственно участие в происходящем, следить за тем, что происходит и указывать нашему автобидеру, то есть либо оставлять так, либо уходить из зоны, соответственно, решение принимаете вы, опять же, смотря, для чего у вас это конкретно, для чего он предназначен. Здесь в меню Автопилот, опять же, можно смотреть все ваши ключевики, которые в текущий момент стоят на Автопилоте. Да, еще момент, с прошлой недели у нас обновилась, опять же, логика Автопилота, теперь он может работать с автокомпаниями, то есть я уже вначале об этом говорил, то есть он может от группах выравнивать ставки по общему окосу от группы, то есть он смотрит общий окос от группы и выравнивает ставку у него. Ну, здесь еще раз покажу, здесь можно раскрывать, это у нас компания, здесь раскрывается от группы, там ниже раскрываются ключевики и здесь по ним нужно смотреть ту же самую статистику, три локос по ключевику, разница, таргет окос, это тот, который у нас назначен и, соответственно, сколько уже Автопилот идет по этому ключевику, да и с раненым, и сколько было продаж, и сколько мы потратили на рекламу. То есть это хорошее понимание того, что нужно с этим ключевиком делать и так далее и тому подобное. И опять же, если у вас есть какие-то ворнинги, они здесь все видны, то есть если у вас там что-то происходит непонятно, вы можете всегда посмотреть эти ворнинги и посмотреть здесь, что происходит. И это что касается нашего последнего доработки. Ну, еще также коротко пройдусь еще раз по трекингу, тоже у нас трекинг сейчас немножко обновился, здесь появилась возможность добавлять ключевики непосредственно со страниц трекинга, то есть раньше надо было в меню исковить, и теперь все идет со страницы трекинга, здесь можно выбрать все ключевики отсюда, сейчас поняли, еще как закрыть, сейчас я ненесу, был, вот так вот можно закрыть, здесь можно добавлять ключевики непосредственно уже тоже, новые ключевики в самую исковечку со страниц трекинга, то же самое, все этого не было, это наше нововведение с этой недели, то есть довольно удобно стало, вот, и, собственно, ну, релакосы уже довольно давно, то есть здесь уже не надо показывать, это все уже было. Я, в принципе, готова сделать перерыв, ответь на вопросы, если они есть. Ну, давай, давай, я тебе сейчас знаешь, как сделаю технично, а, я теперь научился, как это все делать технично, секундочку, ну, я тебе в скайп скидываю ссылочку на, сейчас лови, посмотри, там все вопросы будут. на европейских площадках работают, работает, все то же самое, по европейским площадкам, не работает Индия, потому что она, в принципе, такая, не сильно европейская площадка, но работает все. сначала, всем привет, уж много пропустил, так, все давно, на экране еще меняется, экран замерзся, замерзся, вообще читать нечего. И выключил, спикеры слышны, если я слышно. Ну, понял, да, что-то там все недовольны, я понимаю, что из-за того, что экран замерзся, вот, поэтому все недовольны. Экран действительно зависит. Ну, я надеюсь, что это действительно испортило мое впечатление, тогда, собственно, раз вопросов нет, тогда еще немножко расскажу, что у нас по, значит, по европейским площадкам, я сказал, что все это работает, у Дениса можно получить скидку 25% на этот софт, у нас обычная подписка стоит на 5 из каюшек 29 долларов, если подписываешься с Дениса, у вас это будет стоить 29 долларов, но это надо зайти только через Дениса, то есть вы найдете ссылку на его, ну, в код трансляции, там все будет написано, заходите через Дениса, регистрируйтесь, там будет указан промокод, заводите его, и у вас будет 25% наискид, то есть для вас это будет стоить 29 долларов. Кроме того, опять же, через Дениса можно будет, у нас есть так называемый inner circle, что такое inner circle, мы берем на людей на продвижение, то есть мы сами настраиваем компании, мы сами все делаем, человек просто нам отдает свои SKUшки, оплачивает стоимость продвижения, тоже запись через Дениса, это стоит 399 долларов, до 5 SKU, происходит это все приблизительно за месяц, вот, и, ну, зависит от, то есть это где-то, где-то месяц, но бывает, что и дольше, то все зависит от продукта, но в базовую стоимость это входит, то есть это в все вот эти вот действия, которые сейчас показываются, уходят базовой стоимостью, это собирание релевантной массы ключевиков, создание специальных компаний, установка их на автопилот, настройка автопилота, работа с ворнингами, потом обучение того, кто у вас этим будет заниматься, работа с ворнингами, потому что это основное, с чем вы будете работать, потому что автопилот будет делать все, вам нужно будет только просматривать ворнинги и либо принимать, либо отклонять, зависимый все от, и также, опять же, если вы будете заниматься увеличением, то есть поднятием выдачи, то это работать с экзайд-компаниями, бюджет увеличения, ну, то есть сравнение с реалокосом, тоже это все туда входит. Тоже запись из Дениса, там будет все указано, где это, что, как, каким образом значит, по цене я уже сказал, это стоит 3,99 долларов за 5 из каючки. Что еще? Ну, по нашему софту, в принципе, на предыдущих вебинарах я уже все рассказывал, у нас появилась секция help, она довольно давно появилась, там пока, к сожалению, все на английском, но в принципе, можно понять, как у нас все могут пользоваться, здесь особо ничего сложного нет, я еще раз быстренько пробегусь, на главном экране у нас здесь внизу идут из каючки, список всех ваших из каючек, здесь можно посмотреть чарты графики, где можно посмотреть, что у вас происходит, это со всеми вашими компаниями, со всеми вашими из каючками, здесь кампейн, это все ваши кампании, сортированные по, в данном случае, по прибыли, можно по ревеню сортировать, по спенду, по чему угодно. Меню кампейн, меню из каючки, это вся информация о ваших из каючках, то есть, если вы нажимаете на каючки, с каючки, здесь показывается, в каких компаниях это с каючки принимает участие, показывает все ключевики, которые связаны с этим с каючки, здесь же можно посмотреть настройки, то есть, по каждому ключу, она подгружает, если вот здесь вот не стоит, она подгружает реальные беды в революбе, то есть, можно смотреть, какой реальный беды сейчас стоит, средний, ну, вся статистика, здесь же считает профит, по профиту, как она у нас считает, она очень просто считает, вы сначала в меню из каючки нажимаете такой пункт, как update all, и вам здесь открывается меню, и там вы меняете все, ваша входная цена, сколько у вас забирает Amazon, сколько у вас стоит там перевозка и так далее, то есть, это чистая прибыль, которую вы получаете с товара, то есть, это как считается, вы забили все ваши расходы, то есть, цена товара, перевозка из Китая, сколько забирает Amazon, у вас получилось, там товар全部 за 20 долларов продаете, то у вас все расходы вложились там 10 долларов, и плюс у вас 30% реклама, то есть, это 6 долларов еще получается рекламу, То есть 4 доллара, то есть 20% с каждого товара вы зарабатываете, и это все учитывается, когда идет статистика. То есть вот эти цифры по профиту, они учитывают реальную картину, которую вы зарабатываете с помощью, ну, то есть, которую у вас реальные цифры, вычитая все ваши расходы. То есть это реальная прибыль, минус PPC, минус все, то есть это вот реально вот столько зарабатываете. Вот. В компании, а, в СК, я пропустил один момент, что там еще интересного. Это, сейчас момент. Это Backend Log Generator, это на основании вашей статистики, сгенерить, то есть это довольно удобный инструмент, на самом деле, но сразу скажу, он хорошо работает, когда у вас очень много статистик. То есть на базовых этапах вы с ним не сможете пользоваться, нужно реально много собрать статистики, и после этого он уже будет работать, он будет показывать хорошие ваши поисковые, ну, то есть список самых жирных ключевиков, которые можно добавить в ваши, все же, Backend Keywords, и все будет хорошо. Следующее меню – это компании. Здесь вся возможная информация вашей компании, то есть практически все, что только можно собрать, здесь все собрано. И отсюда же можно поставить вашей компанией на автоматическое видение, на Автопилот, делать все отсюда. Здесь можно включить, выключить, ну, и все, что угодно, под группой посмотреть. По ключевикам, тоже очень расширена информация по ключевикам, сейчас я покажу. Если ключевик стоит на Автопилоте, здесь вся настройка по Автопилоту, это самое, показывается. Здесь же можно включить Автопилот, выключить. Показываются ставки, ну, вся информация возможна. Не так же здесь можно экшены сделать, то есть можно их отсюда включить, выключить, ну, все, что угодно можно сделать, заархивировать, добавить негативные, стартануть только конкретно с этими ключевиками в Трепло, ну, скопировать. То есть все, что возможно сделать, все здесь можно сделать. Здесь еще трекинги. Трекинги можно точно так же добавлять в компании, то есть выбирайте какие-то ключевики, не ключевики, а эти серштермсы, и можете так же добавлять в какую-нибудь компанию, чтобы руками все их не переносить, нашли какие-то новые. Эту кампейн, дальше у вас будет экран, где вы можете все выбирать, сейчас не буду показывать. Это ваши негативные ключевики, здесь их нет в этой компании, но если бы они были, они здесь вам все выберлись. Можно добавлять, можно находить новые. Опять же, Find Negative Keywords, не жалуюсь, она хорошо работает на большой статистике, на малой статистике она работает не очень хорошо. Что такое Find Negative Words? Это ключевики, которые, не ключевики даже, а серштермсы, у которых самая низкая конверсия. Кстати, забыл сказать об одном очень важном, об одном очень важной функции нашей, собственно, системы автопилота. Он автоматически находит плохие ключевики, добавляет их в, ну то есть ключевики, либо с нулевым окосом, то есть по которым какое-то количество кликов прошло, а тут продаж никаких не было. И он автоматически их добавляет в негатив Exact, не phrase, а in exact. В Exact он все добавляет. Тут, то есть это одна из функций, которые делает автопилот, он чистит вот эти вот ключевики. Далее, в компаниях в принципе все, то есть здесь основное, что можно посмотреть вашу статистику, найти какие-нибудь хорошие серштермсы, поставить на автопилот, посмотреть, какие там, что происходит с ключевиками, статистику. Дальше тулзы. Ну тулзы мы тоже уже сегодня рассматривали. Не рассматривали его серш, ну, в общем, ничего интересного здесь нет, просто можно найти свои исковики. Серш-серк тулз рассматриваем, лента гребенка, фильтр гребенка, то есть здесь можно выбрать только хорошие ключевики с хорошим окоцом. Ну и еще раз вернемся к трекинг тулзу, здесь можно посмотреть ваши позиции в выдаче по конкретным ключевикам, поискаюшкам. Ну, фактически, если вам на зону ванна пользуется, здесь все то же самое. В ближайшее время сюда добавится тоже негативный ревью, тоже будет видно, чтобы они вам в альтеры попадались. И, собственно, по автопилоту тоже еще раз пробежимся. Это то, что у вас стоит, даже если вы в пакетинге погрузились, здесь еще график будет, а здесь будет показывать те ключевики, вот этот пайчарт показывает те, которые у вас в нужной зоне находятся, а те, которые еще не в нужной зоне. Ну, то есть общую картину по больнице. Все ключевики, которые у вас в данный момент на автопилоте, все здесь, все вы можете видеть по ним. И в ординге это то, что автопилотер у нас буксует и нужна уже помощь человеку, то есть какие-то серьезные моменты, которые, ну, ладно, делает человек, принимает решение. Все, на сегодня, я думаю, это, наверное, все. Если какие-то вопросы там еще есть, то сказать... Смотри, вопрос, там есть, в принципе, пару вопросов. Угу. Так. Как вы отцениваете сострый энергион? Ну, сейчас смотрите, у нас, на самом деле, вот чтобы очень похоже было на АНАСС, аналог СУ-1. Ну, из всех знакомых мне, ну, я много что, собственно, смотрю, я постоянно слежу. Это от Северлапса ГНИД, если кто-то не пользовался им. От Северлапса ГНИД есть такая штука. У них есть похожий автопидор, но также есть довольно большая отличие. Во-первых, у них нет такого автопидора в понимании, как у нас. То есть у них есть система, похожая на нашу, система предупреждений о каких-то акциях, действиях, которые потребуются. Ну, то есть он дает советы. Он не ведется, он не меняет ставки, да, там. Он дает советы, что лучше вам сделать вот так, лучше вам делать вот так. У нас система немножко больше заточена именно на установление ставок. Вот. Ну, и ГНИД сильно попроще, там практически нет никаких инструментов, там нет трекинга. Ну, то есть он сильно упрощенная наша система, но которая более-менее что-то есть похожее на нас, то есть в плане советов по, там, по поднятиям ставки, там, по исключению, там и так далее. А все остальное, насколько я знаю, функциями именно, там, автобидеры, ну, по крайней мере, из известных мне систем никого нет. Ну, может быть, я просто не сталкивался, если кто-то знает, то буду рад только посмотреть. Дальше. Преимущество, я сказал, что у нас, вот с ГНИДом, у нас преимущество основное в том, что у нас система больше, ну, у нас, во-первых, гораздо больше инструментов, чем предлагает ГНИД, и у нас авторобот наденем большим полномочиями в плане регулирования ставки. То есть у нас система больше заточена автороботом на регулирование ставок. Если у меня есть в Европе два из КНХТ-маркетплейс, какой покупок, значит, смотрите, у нас пока, пока на каждый маркетплейс отдельно нужен новый аккаунт. То есть у нас следующий этап, мы уже давно об этом говорим, но пока еще это не сделаем. То есть один маркетплейс, один аккаунт сейчас. Но мы даем скидку 50%. То есть если у вас, например, есть американский, и у вас еще два европейских, то вам нужно делать три раза регистрироваться. На американскую у вас будет скидка 25% от Дениса, а на европейской на каждую 50% скидка. Мы даем, просто вы нам пишите в поддержку, мы вам дадим купон на 50% скидку для европейцев. Если у меня уже работает компания, как уж, да никак, это не влияет абсолютно. То есть вы подключаетесь, все ваши компании, они тут же синхронизируют, ну не тут же, это сутки занимает. У нас по ночам синхронизация идет. То есть ночью они все синхронизируются, с утра вы заходите, у вас полная картина со всеми вашими компаниями уже видна, и дальше вы просто восстанавливаете на автомат, если у вас будет желание, или какие-то другие действия производить. Вся статистика за 60 дней нам скачивается за сутки. То есть мы полностью, ваша компания, SkyU, все ваши ключевики, то есть все ваши данные по продаже, чтобы, например, на косы ввелить. То есть это все скачивается, и ничего там руками добавлять не надо, все ваши данные уже будут в нашей системе. Так, Денис, ну, я не знаю, вопрос. Так, есть еще вопрос у меня. Первый вопрос. Касательно того, что у нас есть люди, которые берут на аутсорс, есть люди, которые обучают. В чем преимущество, на самом деле, автоматизации программ, вот этих всех моментов, потому что я слышу периодически какие-то новшества, что-то лучше, что-то хуже. Вот всем, я думаю, очень важно стабильность и какой-то плюс. Ну, то есть ты вложил там какой-то определенный объем денежных средств на протяжении какого времени можно выйти хотя бы в ноль, потому что мы понимаем, что мы все равно зарабатываем на органике в первую очередь. Вот. Вопрос понятен, да. Вопрос очень сложный, очень сильно зависит от ниши. Если конкурентность, я вот этот аккаунт, который сейчас покажем, экстремальный конкурентный ниш, но это еще не чехлы для фонов, но довольно конкурентная ниша. Здесь и в этой нише нельзя выживать за счет PPC. Вот если видишь, здесь средний PPC где-то 2041, но зато Relacost 27, да. То есть здесь выживание идет от того, что расходы PPC довольно высокие, но они выезжают на органике. То есть здесь вложения в PPC, они выходят, результат этих вложений, то, что увеличивается органика. То есть в конкурентной нише выживаемость только такая. То есть компании, в которых там есть окос ниже 30%, они единичные, они много трафика не приносят. Но они есть, конечно, но выжить только на них нельзя. Вот. Поэтому, но, опять же, я знаю компании у людей в неконкурентных ниш, у которых окос 10%, и они говорят, у вас 30% окос, да вы обалдели, откуда у вас такой окос, это вообще что такое. То есть все зависит на самом деле от ниши. Если у вас конкурентная ниша, если там у вас какие-нибудь чехлы для айфонов, да, или, ну, почившие больше спиннеры, да, кстати, там было, кстати, не все конкуренты на PPC, а в, там, те же чехлы для айфонов, ну, на PPC там ничего не продашь, потому что там гигантские ставки, и, ну, не конкретная про чехлы для айфонов, конкурентных ниш. И здесь вот именно смысл в том, чтобы вытаскивать органику, и уже там с первой стороны с органики торговать там уже большими объемами, и поддерживать это все за счет PPC. Ну, то есть в каждой нише своя стратегия, поэтому я и говорю, что... Понятно, я тебе просто к тому, что преимущество, вот, например, есть, можно обучение пройти, можно нанять людей на аутсорс, вот чем на данный момент ребята этим занимаются. Кстати, у меня потом будет к тебе там вопрос по поводу них. Второй, то есть автоматизация, в чем выгода? То есть я понимаю, конкуренция высокая, это самая удачная. Автоматизация на самом деле глупая и бесцельная, она ни к чему хорошему не приведет. То есть, предположим, если ты не знаешь, какой там релактор, то есть все равно нужен человек, который в этом более-менее что-то понимает, или который там все время учится, и у него голова хорошо работает, то есть, понимаешь, если ты все компании поставишь на автопилот, они укрутятся в потолки, да, в какие-то. Хорошо, тогда я исправлю вопрос, тогда вопрос такой, предположим, человек в этом разбирается, то есть он обучился, научился сам на собственных ошибках и так далее, то есть у него примерно есть представление, есть опыт достаточно приличный, в чем его преимущество тогда именно, то есть он сам это делает, у него там есть наемные люди, есть, например, программа, то есть может быть в этом направлении пойти, то есть оптимизация для сокращения затрат, может быть? Ну, смотри, во-первых, для чего нужен наш софт, да, то есть я сталкиваюсь с людьми, которые нанимали людей, аутсорсеров, да, на фрилансе, которые сидели вот с этими гигантскими эксельными отчетами, да, там, Amazon сейчас дает, ну, это единственный отчет, который сейчас дает Amazon, да, и я как раз не общался, они говорили, слушай, зачем мне твоя программа, а у нас, вот люди сидят, которые сидят вот в этих эксель программах, там, на ночах они там сидят по 10 часов в день, и мне все статистики, все есть, я сам руками все это делаю, они потом ходят, ставки меняют мне каждый день, не, в принципе, можно и так, я согласен, но все равно это будет дольше и менее удобно, чем это делать через программу, а у человека, которого нет аутсорсера, и нет, которого по 2-3 часа в день сидеть там ставки, соответственно, там мониторить, и мониторить все эти сертиферсы, ну, это получается какой-то адский труд, и, собственно, программа для того и создана, чтобы человек не занимался вот этим делом, там, по 2-3 часа в день, да, на плечи робота это все переложить, то есть смысл как раз в этом, экономия времени, и, то есть, эта программа, то есть, когда вот я свои компании ставил вести в ней, у меня значительным, уменьшилось время, которое я трачу на том же сейлер-централе, да, выставляя ставки, там, находя... Ну, то есть, это большее-большее сокращение времени, то есть, если мы не берем автобидер, то есть, все остальное сокращение времени по большому оптимизации, то есть, если у тебя много товаров, много таких вещей. Тем более, ты знаешь, если вот у меня есть люди, да, недавно у нас подключился человек, у которого 7 тысяч товаров, там, ну, такой у нас клиент, да, ну, представляешь, да, как же 7 тысяч товаров все это делать. То есть, это оптимизация времени, и второй момент, автобидер, это уже на любителя, то есть, кто понимает сам PPC и уже как бы туда идет, правильно? Да. Все ясно. Так, тут вопрос еще у нас, значит, если у меня уже работает компания, как правильно запустить ваш софт? А, значит, нет никакой разницы, вот у Ignita, кстати, есть, у нас нет разницы, нет никакой разницы в том, как вы запускаете, вы делаете все очень просто. Когда вы регистрируетесь, вы просто даете на свой токен, даже не то, что вы даете, просто подтверждаете, что мы имеем право получить доступ к вашему токену. Мы скачиваем все, что у вас есть, в текущих моментах, все ваши компании, все ваши ключевики, все ваши серфтерсы, всю вашу статистику по продажам, которая нам нужна для того, чтобы релопост посчитать. Вот. И, собственно, после этого вы заходите сюда, нажимаете на компейс, и вы видите все свои компании здесь. А потом просто вы принимаете решение, что с этими компаниями делать. Если вы решите вот эту компанию, предположим, поставить на автогридер, вы идете сюда, нажимаете на эту компанию, вы видите всю статистику по ней, и просто на эту компанию нажимаете campaign action, нажимаете автогридер, выбираете все то, о чем я рассказывал, прокрутите у Дениса в записи, еще раз, чтобы послушать, что о чем здесь, и ставите в компанию. Все, больше ничего не надо. И дальше уже наш робот начинает сам выставлять ставки в вашем север-централе, и делать вам уже ничего не надо. Потом только внимательно, у нас, кстати, будет сейчас следующий этап, у нас будет имейл рассылаться, но лучше заходить сюда и следить за ворнингами. То есть, ваша следующая задача, уже после, как запустили автопилот, заходите сюда, следите за ворнингами, смотрите, идите сюда ворнинг, и смотрите, что происходит. Ну, то есть, смотрите пограничные случаи. Вот. Ну, естественно, каждую неделю просматривать новые ключевики. В принципе, я уже давал ссылку на наш такой коротенький факт на русском, что надо делать еженедельно. Вот. И если у вас стоит автобитер, у вас отпадает необходимость регулировать бидов вручную, но собирать ключевики все равно нужно. Как минимум, раз в неделю пришли, собрали новые ключевики, новый Серж Тернс, но все равно этим нужно заниматься. Там, зашли, опять же, следить за трекингом. Ну, то есть, на самом деле, будет все равно масса работы, но значительно меньше, чем сковыряться в отчетах и так далее. Все ясно. Тут мне еще вопрос задали, я пользуюсь этой программой или нет. У меня есть бесплатный доступ. На данный момент я не пользуюсь, потому что у меня товары не, так скажем, не требуются. Ситуация такая, что мои товары или в стадии запуска активного, или в аутовстоке висят, или еще какие-то причины. То есть, постепенно я к этому иду. Но, также я не пользуюсь многими там программами типа CashCopro и так далее. То есть, комбайнами. Вот. Всему в свое время. Вот. На данный момент, ну, я, в принципе, никогда пиписи особо сильно не использовал. Вот. И, где мы там продвижаемся, мы остальным занимаемся, у нас немножко, чуть-чуть, другая стратегия. Я считаю, стратегии огромное количество и не надо себя ограничить в этом деле. я, я в принципе, точно знаю для себя, что буду развиваться и развивать внутренний трафик. Пиписи, наверное, ну, один из последних остался, таких вот, неизведанных для меня. То есть, я считаю, там нужен просто опыт. Так как мы достигаем результаты эти совсем другими способами, мне, соответственно, нет такого большого необходимости в принципе опыта. но я Пиписи просто планировал использовать чуть-чуть не так, как многие, не на старте, не на увеличении продаж. Точнее, не на старте в первую очередь, а именно на увеличении продаж. Вот, но так как у меня, говоря, основная масса товаров выходит в аутостоп, я просто не успеваю его использовать. То есть, я не понимаю такой количественной товарной остатки, который мне надо развивать. И, соответственно, вот на данный момент я как раз и беру людей на аутсорс, я вот как раз сейчас и спрашиваю, что, действительно надо в первую очередь брать людей, которые очень-очень-очень много на этом потренировались, так скажем. Так что, любому я посоветую, неважно, никакая программа за нас это не сделает. Я хочу посмотреть, как специалисты это будут делать, как они будут это все настраивать, потому что теоретически все понятно. То же самое, что я в лайвах рассказываю о своем опыте по продвижению товара, по запуску товара. Все понятно вроде. На самом деле все в нюансах. вот в этих микро-моментах, которые складываю сок с опытом. А опыт это не значит, что я запустил один товар, и я могу похвастаться, какой у меня оборот, какой у меня окос и так далее. Это когда на протяжении ну хотя бы года человек стабильно давал результаты и запускал товары, прокручивал их, не с одним товаром сидел, который у него зашел. Я могу сейчас без проблем скрин скинуть там товаров, где у нас там окос 8%, какой 8? Ну да, до 10%, 12% там и так далее. Ну и что? Ну да, и есть неплохие продажи, оборот хороший. Просто я... Это на автомате. Я ничего особо не делаю, просто если классный товар, он правильно позиционирован, он правильно... Ну то есть все нормально сделано, качественно. Вот. Можно спокойно, я особо не нажать и ничего вообще для этого не делать на самом деле. То есть я не набираю никаких негативов, там, позитивов. А есть товары, которые им ничего не поможут. Ну вот, так что здесь все относительно. Так, последний вопрос на сегодня, я думаю, повтор. Вопрос. Он ушел вниз. После вайва можно. Думаю, у нас с вами есть интересы, не сможете... Ну это ко мне уже. В любом случае, звоните, да, это... Так что я думаю, на сегодня достаточно. Вот. В любом случае, любая программа, она нам... мозг не заменит, правильно? Все. Вот. Надо людей однозначно, как вот мне сегодня в Ютьюбе написал человек, ты говоришь там год назад, хаял то, что там обучение, там полторы тысячи, а сам сейчас полторы тысячи берешь и так далее. Да можно все что угодно бесконечно об этом разглагольствовать. На самом деле, мы должны покупать качественные продукты, которые нам дадут результат в конечном итоге. Из-за этого каждый выбирает лошадь, на которую делать ставку. Вот и все. Просто есть разные варианты. Здесь ребята непосредственно предлагают автоматизированную систему, плюс автоматическую наладку, или как это правильно назвать, то есть самым... Ручную настройку. Да, ручную настройку, которая поможет. Там, на днях я, мы рассказывали о ребятах, которые берут на аутсорс. Есть ребята, мои товарищи, которые занимаются обучением. Каждый выбирает свой путь. На самом деле, стратегии огромное количество. Я лично, но вот еще голодный до сих пор. То есть, я хочу все знать. То есть, пока у меня еще нет такого насыщения, чтобы я там определился с определенными стратегиями, потому что Амазон так меняется быстро, что все уходит, все приходит, индусы ушли, пришли, там, еще что-то. Там, новые стратегии продвижения через внешний трафик и все остальное. Ну вот, и мы двигаемся тоже, стараемся на гребне волны быть. Правильно? Вот. И у нас основная задача, чтобы мы имели конкурентные преимущества. А конкурентные преимущества заключаются только в том, что мы будем использовать не одну стратегию, а много. потому что если у вас что-то не прокатило, не зашли... Вот у меня есть товар сейчас, мы раздали уже, наверное, штук 67 из товаров, и он мне не дал продаж пока. У меня даже свои сейчас товары, есть группа товаров, которые не дали мне тех продаж, которые я бы хотел. Вот. Ну, не знаю, у меня там 10 дней, но я уже как-то это самое, межуюсь, потому что я не получил тех задач, которые я должен решить. Вот. Из-за этого непонятно, какая ситуация будет. То есть всегда все по-разному. И от товара зависит, от времени, когда мы запускаем, и от тех способов, которые мы заключаем. Я, в принципе, закончил. Если что, добавить. Денис, ну, полностью согласен со всем здесь, на самом деле, да, самое главное включать голову, и я считаю, что важно очень пользоваться опытом других, то есть люди, которые уже накопили какую-то область, в какой-то сфере, никогда не вредно у них поучиться, вот, перенять какой-то опыт, потому что, ну, это сильно помогает, и даже за деньги, да, и то, что бесплатный сыром в основном все знают, где находишься. Да, это я ориентируюсь за Дениса, за его мастер-классы. Да это в любом случае, это и у тебя то же самое, да и у любого. Я, в принципе, здесь кто приходит, на самом деле, я хотел даже сделать такое, у меня тут немножко прокачался я, редко такое со мной бывает, ну, вот, хотел бы приглашать людей, на самом деле, не только заточенных на Амазон, а просто на бизнесменов, которые заинтересованы в Амазоне, но у них, например, есть. Тут огромное количество, на самом деле, очень интересных людей, которые в Амазоне может быть и новички, но в бизнесе далеко не новички. Вот, я с удовольствием пригласил на лайв просто пообщаться, в принципе, почему им заинтересовал Амазон, куда они хотят двигаться и так далее. То есть, вот, развивать постепенно вот в этом направлении, потому что тупо снимать одни и те же видео или заточенные на рекламу, можно сказать, или заточенные на какую-то информативность, или заточенные на какие-то ответы вопросы по Амазону, но это не очень интересно, потому что, в основном, чаще всего одно и то же приходят новые люди, которые задают опять одни и те же вопросы. Это, естественно, раз интересно, два интересно, и потом постепенно интерес пропадает. Вот, из-за этого хотелось бы я вот в эфире, грубо говоря, приглашаю, пишите в личку, то есть, я с удовольствием провел бы лайв пообщаться с интересными людьми, потому что этого не хватает и было бы весело. Вот, я вот сейчас YouTube-канал, там, смотрю бизнес-блогеров, чем они занимаются, просто даже зависть берет, потому что, на самом деле, кроме Амазона много всего, но, помимо этого, можно сюда притаскивать еще людей, которые дают что-то новое, дают свое, те же самые производители, которые сами, вот на данный момент, я уверен, здесь в группе огромное количество людей, которые производят товар, но не понимают, как запустить, потому что ко мне многие обращаются, но они реально недопонимают, то есть, они хотят какую фантастическую вещь, Амазон, продавать в Америке за доллары свои, я не знаю, изделия, которые они делают в России, в Украине, Беларуси, Казахстане, не знаю, в Киргизстане, неважно где, то есть, в наших странах русскоязычных, потому что здесь в основном они, даже в Израиле, например, вот, то есть, огромное количество таких есть людей, но они, так скажем, кто-то не верит, кто-то не понимает, как это сделать, вот, ну, приходите, поговорим, мы вот в эфире, я думаю, такие подкасты у нас уже попают в шоум счету, которые дадут что-то новое, может быть, найдут себе партнеров или еще кого-то, так что так, двигаемся дальше, Новый год у нас впереди, надеемся, все тулы, все программы, все инструменты, все наши знания дадут нам какой-то выхлоп в этом году, в том году я в Новый год не поторговал, у меня лично, кажется, сколько времени прошло, а на самом деле, вот у меня лично будет первый Новый год, который я буду идти именно со своими товарами, ну, помимо тех людей, которые сопровождают, помогают, ну, вот, будет интересно. Да, согласен со всем, собственно, мы надеемся, что мы как-то поможем вам наладить ваши рекламные кампании, если будете пользоваться софтом. Кстати, у тебя по Новому году какой опыт? То есть, повышать, понижать, что-то такие. Все Новый год всегда хорош в продаже, то есть, повышать, понижать ставки, вот с этим, как вот, такие, такие, знаешь, в тот Новый год, я еще своего товара с PPC у меня не был, у меня только в том году приехал в конце ноября, декабрь, то есть, я там до PPC, у меня какой-то, у меня буст еще был Amazon, зонно, я бы не был. Ну, я понял, понял. Вот, короче, получается, действительно, все люди, очень большом количестве люди здесь, именно в таком состоянии. То есть, далеко не все, или, например, в Новый год в том вошли так случайно, как-то непонятно, криво, надеюсь, товарные осадки будут нормальные, зайдем с нормальными товарами. Ну да, 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 здесь, то есть, в том году так прям поторговать под Новый год. Первый вразумительный Новый год. Надеюсь, он нам не испортит что-нибудь, какие-нибудь новые, какие-нибудь вещи придумают, там, я не знаю, из космоса что-нибудь высосут, я вам это, не буду пускать. Вообще, продажи, в принципе, у меня были неплохие, но, опять же, такого какого-то опыта все равно нет. Все понял. Ну, тогда прощаемся, я, с моей стороны, прощаюсь. Если какие-то вопросы, под видео, скидка, опять же, будет указана там же. Еще раз, чтобы эта скидка сработала, надо приходить только через Дениса, там будет ссылка, то есть, не через наш сайт регистрироваться, а под видео Дениса будет ссылка, и по ней нужно проходить, и уже там нужно регистрироваться, и там нужно вводить промокод. Пишите, там есть у нас техподдержка, есть какие-то вопросы, мы в ближайшее время создадим форум, то есть, планируемся где-то вот в этом месте запустить форум, если там какие-то вопросы, с радостью ответим. Еще раз напоминаю, если вам нужна ночная настройка ручного введения, у нас это стоит, называется это Inner Circle, то есть, мы вам все запускаем, все показываем, все учим, все настраиваем, вам потом нужно будет только за ворнингами и за новыми вверх. В общем, стоит эта услуга до 5 из кают, 329 долларов, дальше, если у вас больше из кают, то, соответственно, у вас цены будут несколько иной, прощайте, мы вам подскажем. Всем спасибо, Денис, тоже спасибо. Все, всем удачи, всем пока, удачных продаж.